Всем привет! Как всегда, с опозданием. Но мне это разрешается, правильно? Hey everyone! I am from St. Louis. I did my pre-judging yesterday, my first show this season, and now I'm getting ready for finals today. Всем привет-привет-привет! Спасибо большое! Спасибо за все ваши пожелания, поздравления, поддержку. Я очень признательна за это. Вчера были полуфиналы. Спасибо большое! Привет, Аллочка! Вчера были полуфиналы, сегодня будет финал, так что еще не все закончено. Но, опять же, как я говорила, уже, в принципе, полуфиналом понятно, где ты находишься. И, в принципе, уже было вчера понятно, что в десятку не попадаю, в шестерку не попадаю, тем более. Но, опять же, как я говорила, я не расстраивалась. Это было первое соревнование сезона после большого перерыва. Да, спасибо большое! Мне очень приятно, что вы писали комментарии, что я для вас первая все равно. Спасибо! Мне очень приятно было это видеть. Спасибо большое! Опять же, как я говорила, что я сейчас немножко расскажу, поэтому хотела сделать прямой эфир, потому что очень многие спрашивают, а почему не попало, там, судьи не видели тебя. Ребята, опять же, я не обижаюсь, тем более, когда ты видишь качество тех соперниц, которые были все-таки в первом коллауте и во втором коллауте. То есть, и ты видишь, что это все-таки честно, и мне это приятно, потому что ты знаешь, что тебе еще, это для меня еще больше мотивация работать дальше, улучшать свою форму, становиться лучше, поэтому... И, опять же, в первую очередь для меня это было соревнование, маленькое такое испытание. Я хотела посмотреть, опять же, это была работа с новым тренером, это были новые, допустим, в принципе, питание. Не могу сказать, что настолько было другим. Опять же, как я говорю, база всегда остается той же, те же углеводы, те же питания, опять же, тот же ем батат, те же куриные грудки, тот же споржу, вот, поэтому питание не настолько много отличалось. Пробовала другие принципы тренировок, тренировалась в СИЗОВым, мне очень понравилось. Опять же, немножко тренинги были другие, новые упражнения, новые комплексы, новые подходы, то есть... И, опять же, для меня это было посмотреть, что я сделала в межсезонье, как все-таки, опять же, как я говорю, я не сидела просто так, без дела, я все-таки работала в межсезонье и хотела посмотреть, какая форма будет сделана. То есть, опять же, и, опять же, те, кто выступает, девчонки знают, ну, ребята тоже, каждый раз, каждая подготовка, это как бы эксперимент, правильно? Ты не знаешь, как твое тело отреагирует на те же углеводы, на белки. Да, в принципе, ты знаешь, но все может случиться. Опять же, как там за неделю до соревнования заболела, получила какое-то там кишечное расстройство, потом, то есть, и перелет стрессовый, то есть, ну, все может наложиться, и вроде бы в прошлой подготовке, что ты делала, все получалось, и этот раз может не получиться. То есть, опять же, как-то говорила, что пару недель назад девочка одна тоже выступала, она в офигенной форме всегда, то есть, от нее ожидали лучшего, правильно, и она выходит на сцену полностью залитая, и она потом выставила даже видео и призналась, говорит, да, просто перебрала углеводов. То есть, опять же, на этом уровне всегда боишься или не доберешь, вот как получится, в принципе, я выходила на сцену практически пустая, потому что, ну, не знаю, не добрала немножко, наверное, не доела, не дополнена, то есть, было, делала памп, не было ощущения наполненности мышц, или потому что боишься перебрать, а переберешь, тебе зальет. То есть, это вот этот баланс нужно найти, и, опять же, от соревнования к соревнованию, опять же, как я говорю, с новым тренером работала, опять же, он как бы не знает, достаточно мое тело, но, опять же, я не расстраиваюсь, я обалденно себя чувствую, это была подготовка, которая, в принципе, как я говорю, что моя основная цель все-таки оставаться с женственной и показывать, доказывать девчонкам, что можно тренироваться, и, как видите, я не выгляжу какой-то монстр мышечный, который всегда представляет, что вот если ты там начнешь готовиться на соревнования, опять же, смотря как готовится и с чем готовится, вот, то есть, мне нравится моя мышечная масса, та, которая у меня есть, да, конечно, обидно, когда выходишь на сцену или позавчера, когда грим накладывали, а девочки такие, мол, ты бикини, и я такая, блин, и одна только говорит, нет, она как спинку открыла, и там понятно, что не бикини, то есть, знаете, такое, знаешь, по самолюбию, блин, ты строишь, строишь, строишь мышцы, а тут, блин, приезжаешь на соревнования, тебе говорят, ты бикини, вот, то есть, потому что, опять же, я говорю, я люблю мышцы, я очень люблю мышечную массу, я не собираюсь уменьшаться до бикини, но я не хочу расти, так сказать, слишком много, вот, то есть, я, как я говорю, что я хочу оставаться все-таки женственной, хочу оставаться с достаточной мышечной массой, и, ну, если это не тот вид, который хотят видеть судьи в топовой десятке, опять же, я не собираюсь спорить, опять же, это соревнования, это, понимая, это профессиональный уровень, и тут должна приносить свою лучшую форму, и иногда для этой лучшей формы нужно, так сказать, критические меры, на которые, может быть, я еще не готова, вот, так что это немножко такое суммирование, то есть, что же такое, почему я не попала, опять же, ну, что я сказала, что в первых, в первом кулауте были девочки, хорошее, так сказать, качество, самое интересное, что вот семь человек было там на сцене в первой, в первом кулауте вызове, и пять из них малюсенькие, тонюсенькие, ну, не то, что тонюсенькие, они маленькие, понимаете, она, я, блин, пять, сколько, метр шестьдесят пять, она еще, блин, намного меня меньше, я в обычных босоножках, то есть, в обычной платформе, она на громадной платформе, и она все равно ниже меня, понимаете, и что получается, когда маленькое тело, то есть, объемность мышц и возможность нарастить эту мышечную массу, вот, это легче, то есть, поэтому очень редко, когда высокие девчонки с хорошей мышечной массой, поэтому, как Арнольд со своим ростом, он считался, как бы, эксклюзивом, потому что для такого роста взять и сделать такую мышечную массу, это труднее, чем для людей, которые пониже ростом, вот, поэтому все такие маленькие, пять человек, и две такие, ну, конечно, были дилды, но они в очень классной форме, они хорошо просушенные, достаточно мышечной массой, то есть, я говорю, что я совершенно себя почувствовала не то, что там обиженность, что там не попало, потому что реально это чувствует, что конкуренция была очень хорошая и справедливое судейство, то есть, это было правильно. Sorry, guys, I speak mostly Russian, but I can speak English if you ask me any questions. Привет, 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 еще один кулачки, спасибо, поздравляю с Катерем Сезоном, спасибо! Quick question, right now, I'm in 500 Carb and Granite, still feel tired, any advice, take the proper supplements, so don't say supplements, I need food advice, food advice, I'm sorry, but honestly, the most I've ever had, it's 200 grams of carbs a day, you haven't 500 carbs a day, I don't know what kind of carbs, fast, slow carbs, how you train, do you train, what your body weight, what your body composition, I have no idea, you know, it can be too much carbs, because if you have carbs and fast carbs, that, this is when you feel sluggish and tired, so this is when I have my 200 carbs, I feel really tired and sluggish, so maybe you need to think about your 500 grams of carbs, maybe lower down. Спасибо, Саша, лучше, спасибо большое, это не если это факт, да, спасибо, 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 спасибо большое, спасибо. Where are they being held at? Who? I don't know. How tall am? 5'5", no, 5'6", и 165 сантиметров. Франкфурт на мае, спасибо большое, спасибо. Yeah, 5'6", 5'6", surprised, are you back competing? Thank you so much, yeah, I'm back. Спасибо. Thank you so much. Саша, молодец, ты правильно говоришь, самый главный твой соперник, ты самая личная форма. Спасибо большое, да, как я и говорила, я, опять же, для меня это сделать лучше форму, лучше форму, чем была до этого, то есть по upper body и даже lower body, то есть низ тела и вверх. Мне нравится, опять же, как я знала, что, ну, к сожалению, так получается, мои первые соревнования всегда, я, в принципе, когда начала ездить в Европу, мне понравился подход ребят там, то есть они выбирают основное соревнование, то есть целевое, и делают, допустим, какие-то небольшие соревнования до этого, опять же, как бы подготовить форму, потом шлифовка, и потом на старт уже главный выносит основная лучшая форма. То есть этот подход мне очень нравится, у нас, к сожалению, так не получается, потому что если ты выбираешь про-шоу, и вы, если не слышали, я на прошлом вчера рассказывала, сколько это стоит, сколько получается в общей сложности просто выйти на соревнование, приехать на соревнование выступить, то очень трудно выбрать какое-то там шлифовочное шоу, а потом основное шоу. То есть, ну, у меня так, опять же, я знаю свое тело, я знаю по подготовкам, мои первые соревнования всегда, мои ножки еще сырые остаются. То есть, чем дальше оно проходит, тем больше они подсушаются, больше приобретают лучшую форму. То есть, это моя основная проблемная, так сказать, зона, это мои ноги, это эгидичные. То есть, ну, не доводится всегда на первое соревнование, это девочки, между прочим, тем, кто говорит там, как просушить не из тела, ноги, а вверх оставить. Да, это, в принципе, для девчонок самая, как бы, проблемная зона в большинстве случаев. Ну, вверх сушится, хорошо, и вы видели, у меня там вены на плечах, вены на спине, пресс вообще весь в венах, а ножки все равно сырые остаются. То есть, вы мне говорите, я хочу красивые стройные ножки, я хочу жрать шоколад и так далее. Ребят, я себе не могу позволить лишнюю водичку выпить, чтобы выйти на сцену с просушенными ножками. А вы мне говорите шоколад жрать. Понимаете? Я вам не говорю, что там нужно досушивать ноги до соревновательной формы. Но если у вас есть, и вы знаете, что у вас есть эта проблема, тяжелый низ и легкий верх, и вы стараетесь сушить свои ноги, то ваше питание, ну, настолько должно быть чистым, не голодным. Потому что голодные диеты вам еще хуже будут делать этот низ. Потому что все лишнее, или то, что организм недополучает из правильного питания, он будет откладывать и где, в большинстве случаев, откладывать именно на низу, на своих ваших бедрах ягодичных. То, что, в принципе, у меня получается. Вот, поэтому, если ваша цель просушить ножки, в первую очередь, вы знаете, сколько я тренируюсь, правильно? Вы видите, сколько я тренируюсь. То есть не все упирается в тренинг, все упирается именно в питание. Особенно если вот такой вот дисбаланс. А у меня он всегда был. Верх всегда меньше, вниз всегда больше. Мне приходилось доращивать вверх, уменьшать постоянно низ. То есть, но все-таки стараюсь. Привет, Леночка, спасибо большое. Холла. Хей, from Paris. Thank you so much. Thank you. Thank you. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Между прочим, еще поставлю видео сегодня. Хотела рассказать. Угадайте, что я вчера кушала. Ну, я, в принципе, поставила в стори, что я вчера кушала. Ребят, тесно говоря, вы там пишете. Вот недавно у меня был, Сашка, между прочим, может, ты меня сейчас увидишь в прямом эфире. Там был разговор, а я очень часто вижу, девчонки, там целые списки составляют, что сожрать после соревнования. И чуть ли не с собой эти чемоданы целой еды приносят. Ребята, пожалуйста, не делайте этого. Вы сами себя подписывайте на эти срывы. Вы понимаете? И потом вы жалуетесь, я неделю не могу остановиться. Я жру, я не могу остановиться. Я знаю, что это такое ощущение. Поверьте мне, 34 соревнования. 34 дня вечера я после соревнования, когда я приходила со сцены и хотела сожрать все. На следующий день жрать хотелось. Целую неделю хотелось жрать. И когда у тебя желудок, такое ощущение, конечно, он просто безразмерный. Он как просто яма туда все падает. Ты все ешь, ешь. Но это даже больше психологически. Ты не можешь наесться, потому что ты там, не знаю, последние три месяца себя отказывала во всех своих радостях, вкусностях и так далее. Но когда вы еще заранее себя подготавливаете, я вот это съем, я вот это съем, а это еще потом приносите с собой. Ребят, срыв будет и очень сильный. И вы потом очень ему будет трудно остановить. И поверьте мне, какая бы вы ни была сильная, понимаете, я знаю очень сильных людей психологически, но я когда вижу, они просто уходят в жор. И я это видела своими глазами. И я, опять же, я не идеал, я тоже. Но я на своих ошибках научилась, понимаете. Когда на первом году моей соревнования карьеры, мне звонит на следующий день после соревнования самый известный фитнес-фотограф и говорит, давай, Саша, одна модель там заболела, приходи, я тебя сфотографирую, буду из самых лучших журнала в фитнес-журналах. Я не могла. Потому что ночь до этого, проиграв соревнование абсолютку на один балл, мне было просто обидно. Я была в суперформе, все. Я на один балл проиграла абсолютку. И я просто тупо пошла и жрала. Не из-за того, что я просто хотела... Я просто из обиды начала жрать. Я проснулась таким пузом. И, понимаете, я отказалась. Я не могу. Я не то, что не могла там его втянуть. Понимаете, он мне просто торчал. Мне было ужасно плохо. Я этот опыт запомнила на всю жизнь. То есть, и... Верьте, не верьте, я вчера и поставила. Вот мое спасение. Я всегда беру с собой протеин. И, конечно же, мою арахисовую пасту. То есть, первое, что я вернулась в номер, это немножко водички, протеиновый шоколад, туда арахисовую пасту с щеком. И это меня остудило мой жар сожрать что-то сладкое. Ну, кроме того, я знала, что у меня еще и сегодня на сцену. Но все равно, как бы, психологически, конечно, обидно было. Я не буду, так сказать, говорить, что не было обидно, что там не попало лучшее место на сцене. Но все-таки нужно было чем-то заглушить эту обиду. И лучше я съем протеинчик, кстати, арахисовую пасту, которые наполнили меня очень быстро. Потому что полезные жиры, протеин. Чем я бы сейчас пошла жрать какие-то шоколад, конфеты и углеводы, которые быстро бы проходили, и я бы ничего не почувствовала и жрала, жрала и жрала. И сегодня неизвестно, какая бы проснулась бы. Вот, поэтому я очень вас советую не делать этого. Не надо эти списки писать. Кроме того, опять же, самое интересное, я потом, когда вот после соревнований я иду в магазин, и когда я хочу, там, ну, кажется, все, теперь я могу есть все, там, хотя бы этот первый день. Я смотрю на это, ой, блин, это мне будет живот болеть, вот, это мне кишечник надует. И ты уже начинаешь взвешивать, то есть ты реально этого хочешь или нет? Это очень может тоже помогать вам со срывами. Это поэтому и говорю. Если вы знаете ваши witness points, то есть вы знаете свои слабости, там, шоколад, не держите дома шоколад. Потому что будут моменты, когда вам будет обидно, скучно, больно, устало, ты подтянешься за этим шоколадом. Хотя в другие дни он у тебя может перед носом лежать, ты будешь совершенно себя нормально чувствовать. То есть это вот такие маленькие нюансики. Окей? Спасибо большое. Да, я еще с макияжем. Я уже не дождусь, когда я его полностью смою. Грим сейчас с вами заканчиваю. У меня буквально через час будет следующий уже грим на сегодняшний вечер. То есть вчера мне позволили это все смыть немножечко. То есть и вот в 2 часа будет еще один, один еще слой грима. И уже в 5 часов начало финалов, опять же, ну, наверное, где-то к 6 буду уже, наверное, закончу. Вот, и все. Потом отдыхать, завтра еще с утра здесь и уже вылет обратно в Лос-Анджелес. Натурально добиться очень сложно. Опять же, смотря какого уровня вы хотите добиться. Опять же, самое обидное то, что у меня говорили, что я там выступаю с 2008 года. И, мол, вот, я там сидела на всем подряд с 2008 года. Ребята, если бы я сидела с 2008 года на всем подряд, я бы уже выступала в мужском бодибилдинге. Ну, опять же, ну, подумайте, ну, опять же, ну, посравнивайте тела, которые все-таки, ну, видно на сцене, насколько они жесткие, наполненные, просушенные. А женскому организму высушить эти кубики на заднице до слоения, до мышечного слоения очень трудно на натуральном. Там сколько хочешь кардио делать, ты его не досушишь сам кардио. Понятно? Вот, опять же, это именно гормональный тут уже включается нюанс. Вот, поэтому, смотря какой уровень, то есть, мне говорю, мне обидно было то, что у меня, говорят, там с первого года я выступала. Вы посмотрите, это мои первые года соревнований. Я там выступала 53 килограмма вес. Какая там фарма? Это сейчас у вас, понимаете, мне реально страшно, когда девочки пишут, девятнадцатилетние, пишут списки, которые там им написал тренер, надо принимать, чтобы выйти на бикини соревнования, мне страшно становится. Я говорю, ты что, больная? Я за всю свою соревновательную карьеру не знала даже этих названий препаратов. А ты бикини хочешь выйти на первое соревнование, на Amateurs, и ты хочешь вот это все в себя вколоть? Ну, реально, мне страшно становится. Потом они не слушают меня, делают это, портят себе голос, портят себе внешний вид. И, поверьте мне, дальше, чем больше, чем просто внешний вид. И потом пишут мне, Саша, что теперь делать? Я говорю, дорогая, теперь не ко мне, теперь к доктору. И некоторым занимает по два-три года вообще это восстановить все свое здоровье. Поэтому каждый сделает свой выбор. Я их не, девчонок этих не стараюсь оскорбить или унизить, или там осуждать. Но, опять же, каждый сделает свой выбор. Вот и все. Сашенька, спасибо большое. Покажите, кто выиграл. Ну, сегодня вечером еще финалом не было. Саша, спасибо большое. Мне интересно посмотреть. Я 170 собираю, очень сложно даже, да. Саша, когда у вас следующая среда? Следующая будет 2 июня. Будет интересно. Опять же, ребят, мне, для меня этот сезон сейчас, как, знаете, но just about fun, спасибо Оксане Гришиной, она говорит, ты должна понять, для чего ты это делаешь, если ты это любишь. Ты должна делать это с наслаждением, с любовью и так далее. То есть, и последние, то есть, там, подготовки, последних лет, то есть, я реально, потому что в этой гонке, там, больше плеч, больше спина, больше ягодичные, там, жестче ягодичные, ты забываешь, зачем ты это делаешь. Опять же, я забыла, забыла, уже просто много разговариваю, забыла, что я реально хочу наслаждаться этим процессом, я хочу тренироваться, я хочу тренироваться, получать этот палм. Я люблю следить за телом, когда ты за одну ночь просыпаешься, ты видишь совершенно другое тело, потому что ты съела стейк вчера вечером. То есть, и вот это я хочу сейчас видеть, то есть, вот эти маленькие эксперименты, добавила соль, убрала соль, то есть, опять же, чтобы знать, как реагирует мое тело. Вот, то есть, следующее соревнование, это будет 2 июня, это еще будет веселее, потому что этот раз я одна приехала сюда, а следующий раз будет у меня и Ленка, и Ленчик, все, я, видишь, я всем уже напрямую сказала, что ты приезжаешь, так что ты уже не отмажешься. Лена Черноусенко с Украины, моя подружка, приезжает, будет выступать в бодифитнесе, это будет в Сакраменто, будет девочка моя, Саша, в бикини выступать, будет Надя выступать, и в Palm Springs, тоже русская девочка, и будет мой друг Хакан выступать в бодибилдинге. То есть, это будет команда, вот, то есть, следите за нами, будет у нас, мы, наверное, скорее всего, машинами будем ехать туда, будет в дороге, будут приколы, и туда, как приедем, опять же, будет очень интересно, будем стараться снимать очень много всего, вот, так что 2 июня у меня будет 8 недель, будем доводить ножки, в тренировках, опять же, будет, опять же, приоритет, ну, что плечики и спинка вроде бы уже нормально, хватает, больше будем, опять же, работать на сепарацию заднего поверх бедра и ягодичные, добивать в треугольничек, вот, то есть, радость появилась, он уже есть. Обидно было, что на сцене его было не видно, опять же, просто не дополнилось, вот, и будем работать, продолжать ножки работать. Спасибо большое. Дальше, ну, видно, оно расстроено, конечно, хотелось бы лучшего, каждый, кто выступает, хочет лучшего результата, но, опять же, как я сказала, я довольна теми ощущениями, что я получила от этого. Потом будет еще, скорее всего, июль в Ванкувер, в Канаде, опять же, я, как сказать, хочу выбирать серенал, который мне нравится, хочется выступить на них, вот, так что потом еще в Канаду. Зависает, может, интернет, да. Саш, вы, спасибо большое, спасибо. Конечно, буду, все участвуют в финале, про соревнования, все участвуют в финале. Латвия, привет, Пермь, привет, спасибо большое, Киев, привет. Да, конечно, это еще, это еще только первые соревнования. Импланты, хорошая, хороший вопрос. Спасибо. 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 Спасибо.